Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя службы безопасности Украины в 2014-2015 годах, а также директор агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по нас безопасности присоединяется к нашей беседе. Виктор Николаевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, доброе утро. Виктор Николаевич, давайте так вот подумаем с вами на тему, какими могут быть сценарии развития событий с учетом, знаете, не только риторики, а уже конкретных действий со стороны северокорейского режима и лично товарища Ина. Ну, смотрите, у него есть очень серьезное такое желание, которое может произвести до, я не знаю, я бы назвал это, наверное, современным пир-харбовом, потому что проблема в чем? Они грозят в первую очередь, понятно, своим соседям Южной Кореи, у них враг Япония, но основной враг остается, это Соединенные Штаты, и именно на Соединенные Штаты они пытаются самое большое давление производить. Те ракеты, которые они запускают, они, на счастье, не имеют дальности полета, которая может позволить долететь до Соединенных Штатов, ну, разве что там при большом желании где-то до Гавайев, либо в крайнем случае, ну, не знаю, там до Лос-Анджелеса. У них очень такая, у ихнего руководства очень такое большое желание постоянно грозить Соединенным Штатам, в первую очередь, Вашингтону, Нью-Йорку. И вот это вот именно та вещь, которая сейчас пытается сделать Северная Корея с помощью России. Что им для этого надо? Им для этого надо то, что говорил наш начальник военной разведки. В первую очередь, это технологии малых тактичных ядерных зарядов, которые можно упаковать в ракеты. Это ракеты, которые имеют, ну, технологии, которые позволяют эти ракеты запускать из подводного состояния. И самое главное, это атомные подводные лодки, которые могут большое время пребывать под водой и подплывать ближе к побережью Соединенных Штатов. Есть информация о том, что они начали строить необычно большую лодку, которая точно отличается от их дизельных, которые они имеют на вооружении. И это как раз тот момент, который говорит про то, что Россия могла предоставить им технологии по ядерным реакторам малого размера для размещения их в этих подводных лодках. Если это действительно происходит, тогда Соединенным Штатам надо очень серьезно задуматься, потому что, имея ненормальных руководителей Северной Кореи, которые со своими бредовыми идеями пытаются угрожать всему миру, под своим боком это очень серьезная проблема. Именно в первую очередь для Соединенных Штатов уже. Это же не первые учения, правда? Я сейчас не к вам, это я для наших зрителей. Это не первые учения совместные, которые проводят. Март месяц, да, там тоже 24-го года очень серьезные были учения, ЩИТ назывались. Ну, то есть, на самом деле, учения периодически, они проходят. Но если мы говорим вот на данный момент, на сейчас, действительно, тут тоже не забываем об истории, связанной с отправкой военнослужащих Северной Кореи для участия в войне против Украины, но на стороне Российской Федерации. Мы также вспоминаем зачастую, очень часто, и реакцию Южной Кореи, да, то, как Южная Корея может в ближайшее время изменить сотрудничество с нашей страной, с Украиной в вопросе предоставления возможного, возможного того или иного вида вооружения. Я не знаю, как это будет развиваться, мы следим за ситуацией. Поэтому, ну вот, на сегодняшний день, Виктор Николаевич, насколько все-таки серьезные риски эскалации конфликта между Северной Кореей и Южной Кореей? Ну, я не думаю, что они пройдут на непосредственное противостояние. Почему? Потому что там очень серьезная ситуация внутри Южной Кореи, и Северная Корея вот этими своими действиями, там, подрыв дорог, эскалация, там, проведение каких-то учений вдоль границы, демонстрация силы, там, и показ своих возможностей, он давит на такую часть ихнего политического истеблишмента, который сейчас превалирует в парламенте Южной Кореи. Там, ну, грубо говоря, партии левого направления, они предъявляют претензии президенту Южной Кореи, который относится к таким правым консерваторам, предъявляют претензии в том плане, что он неправильно себя ведет, поругался с Россией, пошел на эскалацию с Северной Кореей. Вот если бы мы продолжали мир, дружбу, то, возможно, бы после 2018 года не произошло бы то, к чему они сейчас пришли за последние шесть лет. То есть там тоже есть свое противостояние. Кстати, оно очень серьезно влияет на возможность предоставления помощи Украине, потому что основное решение принимает парламент через голосование. Пройдет это голосование, не пройдет, еще пока что непонятно. Все, что может сделать президент Южной Кореи, это он может направить каких-то там, ну, представителей, не знаю, какую-то разведку, переводчиков, наблюдателей, аналитиков, но с оружием пока что очень все сложно. Поэтому все зависит от того, как действительно будет происходить ситуация в внутриполитических дебатах в парламенте Южной Кореи. А то, что Северная Корея на данном этапе пока что не собирается нападать, ну, это понятно, потому что у них есть свои желания. Они хотят все-таки, во-первых, сильно подготовиться в плане создания вот этого ядерного, хотя бы ядерного. Они уже, ну, к триаде еще не подошли, потому что у них проблема с авиацией. Но создать хотя бы два компонента, это мобильные ядерные установки и атомные подводные лодки, к этому они стремятся. Для этого нужно время, хотя бы еще год-два, поэтому я так думаю, что времени для того, чтобы принять какие-то кардинальные решения по северно-кареевскому вопросу еще есть. А скажите, Виктор Николаевич, а как в этом плане, если будет действительно вот та пресловутая эскалация, могут действовать Соединенные Штаты Америки? Да, мы как-то общались в эфире, и был представитель экспертных кругов в Соединенных Штатах Америки, но и там действительно говорилось о том, что вот Соединенные Штаты пойдут на выполнение всех условий в тех договоренностях и соглашениях, которые были подписаны между Сеулом и Вашингтоном, соответственно. Ну, а так ли это на самом деле? Ну, ракету ж можно запустить не со зла, правильно? Виктор Николаевич, ну, понимаете, да, вот это начинается игра, да, и пойдут ли Соединенные Штаты Америки на то, чтобы действительно, ну, угрожать по сути, если будет ответка режиму товарища Ина? Ну, я думаю, что использовать ядерное оружие подальше от берегов Соединенных Штатов, на это Соединенные Штаты в крайнем случае могут пойти, потому что, ну, если бы это было где-то в ближайших территориях или даже, даже, нам не знаю, в Европе, то это бы вызвало очень большие дискуссии. А территория Северной Кореи для них – это все-таки полигон, на котором они могут использовать эти вещи. Есть опыт японской войны, ну, Второй мировой войны, когда по Японии ударили атомным оружием, поэтому я не исключаю, что в случае эскалации либо применения со стороны Кима каких-нибудь вещей, которые могут предположить уничтожение Южной Кореи, а это очень вероятно, потому что то количество вооружения, которое есть у Кима, это просто устрашающе для того участка земли, на котором это все может произойти. Поэтому превентивный удар ядерным оружием очень вероятен. Виктор Николаевич, ну, смотрите, в моем вопросе не было намеков на ядерное оружие. Недостаточно будет кодвенциональных видов вооружений. Зачем задействовать вот эту красную кнопочку? Я думаю, нет. Нет? То, что имеет Ким, то количество артиллерии, которое может накрыть просто всю территорию территорию Южной Кореи, просто невозможно будет... Ну, я себе просто не представляю, какое количество надо иметь тамагавков, да, которые... К сожалению, Соединенные Штаты тоже ограничены в количестве этих ракет. Не больше 700 ракет, которые могут быть использованы, ну, более-менее одномоментно. Ну, где-то с каким-то там разрывом в несколько часов. Поэтому, что такое 700 ракет? Ну, мы сами переживали эти удары до 100 ракет за сутки. И мы понимаем, что да, это очень мощный будет удар, но точно не окончательное решение корейского вопроса. Ну, так тогда мы можем, знаете, пойти и дальше, соответственно. Ну, к примеру, если будет определенный ответ со стороны Соединенных Штатов Америки, да, мы можем предполагать, каким он может быть. Но все же, тогда как в этом плане будет поступать Путин? Да, я понимаю, Виктор Николаевич, что определенная конструкция, но все же, да, мы говорим о союзах, да, и о партнерстве. А что там у товарища Инна, у товарища Путина, как там договор о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве и о том, что если одна сторона оказывается под угрозой, там, вторжения или нападения со стороны недругов, то тот вписывается за этого. Ну, как бы, да, Ким за Путина и Путин за Кима, да. Каким образом тут может выглядеть ситуация? Вообще не верю в то, что они могут принимать части о каких-нибудь, ну, наземных операциях точно, у них просто нет силы. Все, что они могут сделать, они могут вывезти Тихоокеанский флот там и продемонстрировать несколько старых крейсеров, которые выйдут там, или фриатов, которые выйдут в море и попытаются что-то там где-то продемонстрировать у берегов Кореи. Это все, на что они способны. Возможно, поднимут какую-то авиацию, которая будет там вдоль границы летать. На что-то серьезное Россия вот на данном этапе, она просто не имеет ни сил, ни возможностей. Возможно, если не так, то, я не знаю, там, личным-личным контингентом поддержать, Виктор Николаевич, товарища Инна, давайте так. Тот же ждает своих в рабство? Да, 10 тысяч человек, это ж надо где-то их насобирать. Легче попросить Кима, чтобы он дал 10 тысяч. В том-то и проблема, что нечем. Я себе, ну, вот, все, что они могут делать, они сейчас делают. Они передают технологии. Мы сейчас увидели, что ракета, которую запустили северные корейцы, она фактически копия Ярса. Ярс, да, Ярс. Да, и понятно, что просто так это невозможно. А те требования, которые поставил Ким там вплоть до космоса, ну, не знаю, посмотрим, насколько Россия готова идти в глубь расширения этих всех своих возможностей по передаче тех или других технологий. Спасибо вам, Виктор Николаевич. Ну, когда с плохишами никто не хочет дружить, плохиши объединяются. Называют это красиво стратегическое партнерство, ну, а по факту мы видим, что происходит. Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ, 2014-2015 годы, директор агентства реформирования сектора безопасности, эксперт на национальной безопасности был с нами на связи.